Ну, ты всё, а то уже брызгал. Давай такую прическу сделаем. На этих двух видео маленькая Кира Колотушкина с разницей в пять месяцев. Родители привезли девочку в Бакулевский центр на плановую операцию по пороку сердца. У нашего ребёнка порок сердца далеко не самый сложный. В Вологде у себя дома мы делали УЗИ. Нам сказали, что операция потребуется через год-полтора после рождения. Но когда ребёнку нашему было шесть месяцев, нам пришёл вызов из Минздрава в Бакулевский центр. 12 ноября семья Колотушкиных приехала в Москву из Вологды. Врачи сказали, что операцию нужно проводить срочно. Родители доверились и уже через три дня прошла первая операция. А через 10 дней воспалился послеоперационный шов. Ребёнку заново разводили грудную клетку. С тех пор маленькая Кира находится в реанимации. Уже четыре месяца. Кира находится, ну в данный момент она находится под некими седативными лекарствами. И недавно только начали её из медикаментозного сна выводить. Татьяна, мама Киры, всё это время рядом с ребёнком. Она живёт в комнате отдыха при больнице. Папа Вадим приезжает периодически, продолжая работать в Вологде. Если бы они в своё время, все своевременно пришли, они, возможно, смогли бы поставить правильный диагноз нашей малышки и определить правильный ход лечения. Но такого не произошло и по сей день. Да, специалисты ходят. Один специалист придёт, через неделю-две, возможно, другой специалист придёт. Почему-то лучше нашему ребёнку от этого не становится, становится только хуже. В заключении врачей о состоянии Киры эпикризио 30 ноября сказано, что в перикардиальной жидкости обнаружена кишечная палочка эшерихиколи. Она относится к группе условно-патогенных микроорганизмов. Это значит, что некоторое количество этих бактерий в норме в организме здорового человека постоянно присутствует. Тут бывают ситуации, когда эта кишечная палочка относится к несколько другому штамму, то есть разновидности, или же она внедряется в те области и ткани, где её быть в норме не должно. Такое может произойти как из-за нарушений правил асептики и антисептики, например, во время каких-то инвазивных манипуляций, хирургических операций и так далее. Либо это может произойти так называемым эндогенным путём. Есть механизмы в организме, которые предполагают распространение бактерий по кровеносному и лимфатическому руслу при условии снижения иммунных сил организма. Как эта кишечная палочка нам попала, мы не знаем. Обвинять мы никого не будем, но факт остаётся фактом. Она была занесена именно в клинике Бакуле. Родители рассказывают, что это название «Шерихиколи» они слышали от врачей намного раньше, чем данные о ней появились на бумаге. У нашего ребёнка в области груди была кишечная палочка, которая ела его изнутри. На протяжении месяца получается так. Это в лучшем центре в Москве. По словам Татьяны, специалисты Бакулевского центра говорят им, что такой случай в истории больницы первый. Неужто невозможно ничего сделать? Но обратитесь к заграничным клиникам, обратитесь к своим коллегам. Может, у них были какие-то подобные случаи. Но я не верю, что вообще на всей земле наш ребёнок такой, что у него что-то происходит, и никто в этом не может разобраться. Откуда у ребёнка силы бороться с этой инфекцией? Их просто нет. Ребёнок похудел настолько, что это просто без слёз не взглянешь. И вообще без слёз не взглянешь. Родители неоднократно писали заявление с просьбой личной встречи с директором центра Лео Бакерии. Просили созвать консилиум с привлечением разных специалистов. Пульмонолога, невролога, иммунолога, реаниматолога, гематолога и специализированного хирурга. Но пока всё ограничилось телемедицинской консультацией. Тогда я пошла на пролом. Просто у меня не оставалось другого выхода, выбора. Я прошла на пролом к директору, но наткнулась на закрытые двери. Я стояла под этими дверями. Я умоляла Леон Антоновича, чтобы он меня принял, чтобы делать хотя бы мне пять минут. Секретарь вызвал охрану, пришла охрана, и мне дали понять, что если вы ещё раз сюда придёте, то мы вызовем наряд. Сейчас родители Киры продолжают борьбу за жизнь своей дочери. Кроме Лео Бакерия и специализированных врачей от безысходности, они пишут письма и обращения с просьбой о помощи всем, кому только возможно написать. Министру здравоохранения Веронике Скворцовой, прокурору города Москвы, президенту Владимиру Владимировичу Путину. У нас цель одна – спасти нашего ребёнка. Почему мы хотим попасть именно к Леон Антоновичу? Потому что с его авторитетом, я думаю, все вопросы могут решаться гораздо быстрее. Похожая история с занесением инфекции в Бакулевском центре случилась с ребёнком Ксенией Емельяновой, трёхмесячным Добрыней. Семья приехала делать операцию по пороку сердца из Волгограда. Трёхмесячного Добрыню Емельянова прооперировали 25 октября. После вмешательства начались проблемы. Они нам целую неделю не могли определить, что случилось с ребёнком. Стабильно тяжёлое, стабильно тяжёлое всё. Что случилось, мы не знаем, но смотрим, ищем. После повторного вскрытия грудной клетки у ребёнка обнаружили жидкости гной. От чего инфекция попала, они не понимают. Вроде как всё хорошо, и шёл был идеальный. И как такое могло получиться, они не знают. Ребёнку становилось всё хуже. Мальчик так сильно отёк, что тело увеличилось почти вдвое. На нём стали появляться пролежни. Его подключили к аппарату ЭКМО, предупредив родителей, что шансы изменить ситуацию 50 на 50. По сравнению с Кирой, у неё в горле ещё стоит, я не помню, как она правильно называется, трасси, пакеостама, пакеостама, не помню. Вот, в принципе, мы похоже выглядели, вот так же и мы примерно выглядели, только у нас ещё было две понюли, они проходили из сонной артерии, вот так вот через лицо у него. После последних попыток врачи сказали семье, что помочь ребёнку ничем нельзя. И выждав недолгую паузу, объявили, что мальчик уже отключён от аппаратов, которые поддерживали его жизнь. Ребёнка отключили без нашего согласия, без нашего ведома. Я уточняла, говорю, почему вы без нас его отключили, почему вы нам не дали с ним попрощаться. Ну, я считаю, что это просто бесчеловечно, получается, они его отключили. Как говорит Ксения, при личном разговоре с патолога-анатомом ей сказали, что это была инфекция.